У нас недавно принимались изменения в бюджет, добавили 222 миллиона. На что? В первую очередь это на кабинеты начальных классов. 174 кабинета должны получить наши школы. Задача крайне простая, чтобы все детишки, которые идут в первые классы, они пришли в новые хорошие кабинеты. Это первое. И второе. У нас с вами есть педагогическое училище. В это педагогическое училище мы тоже самое даем два таких же кабинета. Потому что считаем, что педагоги, которые придут в новые классы, они должны иметь такое же оборудование, на котором будут учиться, на котором будут потом детям преподавать. Школу в Козлячке мы выезжали в сентябре, она не заработает. Она должна, стройка закончится до 1 января. Оборудование на самом деле порядка 60 миллионов мы заложили. Порядка 40 миллионов на монтируемое оборудование, в первую очередь столовую, будут заложены по управлению капитального строительства. Мы очень надеемся, что со второго полугодия школа заработает. Иначе нам очень тяжело, потому что все окрестные школы перегружены. То есть туда будут переводиться дети? Они уже сейчас, мы четко понимаем, кто из детишек с тех школ, которые в округе, потом просто-напросто придут в собственную школу. А как дела с садиком в Козлячке? То же самое, да. И в этом году мы должны сейчас завершить, к 1 сентября запустить 87-й сад. Очень надеемся, 20 миллионов на оборудование выделили. И 4-й сад. На сегодняшний момент ситуация такая, что мы полностью сформировали все списки. Мы отдали их заведующим. Заведующие сейчас обзванивают всех детей, родителей, ну, естественно, родителей. Обзванивают, придете, не придете. То есть все дети, кому 3 года исполнится до 1 сентября, гарантированно все попадут. У нас сейчас проблемы с ясенными детишками. Тем, кому 2 годика исполняется в декабре, в ноябре. Ну, мы стараемся прикрыть эту позицию. Но тяжело. Без введения новых детских садиков мы это не закроем.